Генштаб назвал самое горячее направление фронта за сутки. По состоянию на 16.00, 2 ноября, на фронте с начала суток произошло 107 боевых столкновений. Почти треть из них на Кураховском направлении. Об этом сообщает новость Украина, со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ. Вражеские обстрелы. От циничных обстрелов с территории РФ продолжают страдать, пограничные населенные пункты, в частности. По Грибки, Грабовская, Искресковщина, Обода и Волфин Сумской области. Тимофеевка Харьковской области. Авиаудары захватчики нанесли по районам Юнаковки, Журавки и Басовки Сумской области, сбросив пять авиабомб. Ситуация на фронтах. За сегодня одна атака отбита, еще одна продолжается в районе Волчанска на Харьковском направлении. Также россияне совершили авиаудары по Слатиному и Казачьей Лопане, применив семь кабов. На Купянском направлении враг совершил семь штурмовых действий недалеко от Песчаного, Загрызового, Зеленого Роща, Кругляковки, Колесниковки и Лозовой. Два боестолкновения закончились, еще пять продолжаются. Авиационные удары неуправляемыми ракетами нанесли по Песчаному. На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи Грековки, Тернов, Емполевки, Торского и Серебрянского леса. Незавершенными остались три атаки противника. Продолжается одна атака на Северском направлении, вблизи населенного пункта Ивана Дарьевка. Силы обороны остановили одну атаку россиян, вблизи Притечинова на Краматорском направлении. При поддержке бомбардировочной авиации на Торецком направлении противник атаковал семь раз, неподалеку от населенных пунктов Торецка-Щербиновка. Два боя завершились без успеха для оккупантов, еще пять продолжаются. На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли восемь попыток потеснить наших защитников, занимаемых позиций в районах населенных пунктов Николаевка, Луч, Крутой Яр, Селидово и Вишневое. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили три атаки, пять боев, до сих пор продолжаются. Потери противника уточняются. Самое горячее сегодня Кураховское направление, 35 раз враг, атаковал вблизи населенных пунктов Ильинка, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимилиановка, Антоновка, Константиновка и Екатериновка. 18 боев завершено, еще 17 продолжаются до сих пор. На Времевском направлении оккупанты четыре раза безрезультатно атаковали позиции наших войск возле Трудового и Максимовки. Враг нанес авиационный удар в районах Новодаревки, Богоевленки, Максимовки и Великой Новоселки, сбросив шесть кабов и применив 30 наров. На Ореховском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры, наши защитники отразили две атаки в районе Нестерянки. Кроме того, враг нанес авиаудар неуправляемыми ракетами по Лобковому и сбросил авиабомбы на Малую Токмачку, Юрьевку и Новопавловку. На Приднепровском направлении российские захватчики дважды без успеха штурмовали позиции наших защитников. Ситуация контролируемая. На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела. Напомним, что с 1 на 2 ноября потери РФ в войне против Украины составили 1270 солдат. Кроме того, силы обороны Украины уничтожили 8 танков, 28 дронов и 37 артиллерийских систем.